Всем привет! Недавно получил посылку из Поднебесной и сегодня сделаю обзор на интересный для садоводов прибор измеритель качества почвы 4 в 1. С его помощью можно измерить уровень освещенности, влажности, PH и температуру. Модель называется MT300, производителем TAST. Питается он от одной батарейки крона, которая в комплекте не идет. Я ее установил заранее. На задней части находится переключатель режимов измерения влажности и кислотности почвы. При первом включении видим на экране температуру 28 градусов, что немного выше реальной, но это можно объяснить тем, что немножко полишал на солнце. Уровень освещения внутри западной комнаты очень слабый, уровень влажности вне почвы очень низкий, а PH откальброван на нейтральный 7.0. Инструмент пришел в оригинальной упаковке и к нему предлагалась небольшая инструкция на английском языке. Диапазон измерения освещенности состоит из 9 уровней. От low- минус, очень слабый свет, до high- плюс, очень интенсивный. Уровень PH измеряется от 3,5 до 9, с шагом 0,5. Нижняя граница измерения температуры минус 9 градусов по Цельсию, а верхняя плюс 50. Уровень влажности имеет 5 градаций, от drive-плюс очень сухо, давая плюс очень мокро. Сначала потестируем, как прибор меряет освещенность. В яркий день, тени дома, прибор показывает low без минуса, освещение лучше, чем на 3 комнаты. А вот на прямых солнечных лучах можно увидеть отметку high- плюс, что говорит об очень интенсивном освещении. Датчик оказался очень чувствительным к углу, под которым попадают лучи света. Стоит немножечко повернуть, и вместо high- плюс станет high- минус. Для тех, кто хочет организовать искусственное освещение растением, думаю, стоит ориентироваться хотя бы на normal или low- плюс. Теперь перейдем к более интересным показателям – влажности и кислотности почвы. Согласно инструкции, PH нельзя измерять для очень сухого грунта. Тестирование нужно проводить как минимум через полчаса после полива. Для теста я выбрал недавно привитый лимон Мейера, который активно растет в кокосовом субстрате. После недавнего полива прибор показал высокую влажность и уровень PH 6.0, что является очень правдоподобным. Данная кислотность как раз и заявлена производителем субстрата и очень хорошо подходит для цитрусовых. А вот для сравнения коломандин, который себя не очень хорошо чувствует после последнего хорошего урожая. Уровень кислотности земли в горшке является неподходящим для выращивания цитрусовых. Показания прибора колебаются между 8.0 и 7.5, что говорит о слабосчелочном грунте. И прежде чем пытаться подпитать деревце необходимыми элементами, нужно подкислить грунт, иначе они попросту не будут усваиваться. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на мой блог. Всегда рад гостям. Субтитры подогнал «Симон»!